Ребятам была предоставлена возможность пообщаться с представителями той или иной профессии и задать им интересующих вопросов. В прошлом году такой день прошел в онлайн-формате, сейчас же, благодаря смягчению коронавирусных ограничений, его удалось провести в режиме реального времени. Разумеется, очень хорошо, когда можно пообщаться через интернет чуть ли не со всем миром, но гораздо важнее, когда такие беседы проходят в реальном мире, поскольку тогда ты можешь понять и ощутить, насколько сильно публика тебя слушает, какие у ребят эмоции, как налаживается связь между выступающим и аудиторией. И такие чувства посредством интернета получить невозможно. Выбирать любимое дело можно с самого юного возраста. Например, ребята из начальных классов смогли ознакомиться сегодня с работой научной студии «Ракета-69», цель которой – вдохновить как детей, так и взрослых, открыть для себя мир науки и технологий. Ну а старшеклассники могли уже получить информацию о том, какие специальности они могут освоить в различных высших учебных заведениях. Причем не из бухлетов, а благодаря общению с представителями вузов и даже с руководителями Молодежной академии наук. Действительно, благодаря такому дню я смогла пообщаться с талантливыми специалистами, которые дали мне интересную информацию относительно их профессии, и я узнала для себя много нового. У нас сегодня были разные профессора из различных университетов. Я, например, пообщался до темы музыки и узнал о таком понятии, как музыкальная психология, о которой я раньше даже и не слышал. Это интересное направление. Оно расширило мой кругозор. Подобные образовательные дни Таллиннская реальная школа проводит каждый год. В этот раз со школьниками встретился и мэр Таллина Михаил Кылвард, по словам которого, несмотря на то, что у него за плечами большой опыт в качестве тренера, каждое общение с молодежью для него все равно является своеобразным вызовом. Особенно, когда они задают серьезные вопросы о будущем. И, может быть, кто-то сегодня решит связать свою жизнь с политикой, с работой на благо родного города. В общем, почти позабытое слово «профориентация» теперь обрело новый смысл и название – «карьерный поиск». Сергей Овченков, Юлар Луб, Юнас Киммель, Андрес Лайго. Новости Таллина.